Доброго здоровьи, уважаемые подписчики! Подступило такое предложение от вас разобрать книгу Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить» Как она излечилась от онкологии Что при этом она испытывала Ну и прочее, прочее, прочее Я с ней лично знаком Приходила она к нам на передачу «На Лахов Плюс» Встречались мы с ней и на книжных ярмарках И даже в одном и том же издательстве Издавались наши книги «Эксмо» Ну, сейчас не издаются Мои Я эту книжечку попробовал почитать, найти в интернете Но, к сожалению, познакомился только с небольшой частью Которую дают для ознакомления А потом платите мани-мани-мани Мол, автор вложил много Ну, так там написано Много, значит, своего труда И желает, чтобы этот труд был оплачен Ну, если мне попадется эта книжечка целиком То я, конечно, ее для себя прокомментирую Где важное, где не важное От чего стоит опасаться И благодаря тому, что автор, писатель И все подробно описал Это довольно-таки ценный материал Который как раз и показывает Где были допущены Допущены, будем так сказать По недопониманию там Просчеты, по незнанию И что является основным Для того, чтобы справиться с онкологией И я примерно, ну, то, что я прочитал Так расскажу, прокомментирую Вот, значит, смотрите Я бы изложение начал следующее По ее книге Это период И она его хорошо, молодец, описала Перед тем, как она заболела То есть были ангины То есть уже гноиродная инфекция была в организме Далее появились какие-то непонятные боли головные Раз там в месяц Ненормальные боли И это также указание того, что в организме происходят какие-то разрушительные процессы С которыми надо не договариваться А их искоренять Понимать, откуда растут ноги И это все убирать Еще разок можно так сказать Вот смотрите У человека нету ни ангин А они возникают Что этому предшествует? У человека не было там головных болей А они возникают Что-то предшествовало этому? Какие-то изменения в организме? Очень хорошо там сказано о мышлении Она человек с конституцией ветра Это, как правило, люди, которые сомневаются У которых, знаете, умственный процесс быстро сменяется Он неустойчив Они плаксивы Они не уверены в себе То есть вот это все у человека приводит к своего рода Разного рода расстройства Но кто об этом вам говорит? Кто в этом понимает? Кто в этом разбирается? Очень мало людей Очень мало людей разбирается В индивидуальной конституции Ее особенностях И влияние мышлительного процесса Вот этой именно индивидуальной конституции Ну, допустим, в данном случае ветреной На физиологию И последующие заболевания То есть вот этот первый этап Когда болезнь наживается Человек его пропускает Он не понимает Как это он делает И вдруг появляется вот болезнь Появляется болезнь Далее появилась болезнь Вот там хорошо рассказано о том Выбор докторов Различных Одни хотят на вас заработать На вашем горе Другие хотят искренне помочь вам Ну, так знаете Они уже вроде как утомились от обилия больных Тем более они от вас ничего не имеют Когда это все делается там В госпитале бесплатно Поэтому там ничего не объясняется Ничего не говорится Ложи, сделай и так далее Отношения, конечно, окружающих К больному человеку Отношения родных Вот это вот молодец Она хорошо описала Как и что И, наконец-таки Отношения заболевшего человека С серьезным заболеванием Вот в этот период Когда ему говорят Что ты можешь и умереть И остальные вроде как тебя жалеют Или они тебя не жалеют Или они еще что-то делают А у тебя свой умственный процесс Чешет там что-то там такое Как с этим так же надо бороться Бороться Вернее, как себя надо учить Совсем по-другому мыслить И вот благодаря всему этому процессу Когда она вот Она просто работала Учителем по иностранным языкам Приходила индивидуально К ученику домой Там преподавала И как вот этот вот поворот сказался Разворот в сознании должен быть Настраивание на совершенно иное Фраза Я очень хочу жить Действительно А насколько ты хочешь жить Вот насколько ты хочешь жить Что ты для этого делаешь Как ты покажешь Вот всему вот этому вот миру В котором ты живешь Что ты достойен этой жизни И она показала Двое своих детей И один приемный То есть у нее трое детей Это великое дело Взять другого человека в свою семью И воспитать вот как родного Это огромнейший поступок Который как раз и позволяет Вот там на небесах Решить твою участь Жить тебе или не жить Если ты живешь для себя Чтобы колбасы наесться Чтобы поехать там допустим На курорт Чтобы еще что-то делать И так далее И вот у тебя случилась Вот такая вот Штука Да зачем ты нужен Что ты дальше будешь делать Ты будешь дальше там Кроме что опять там Кутить И то есть все Пятое-десятое А у нее видите Какие мысли возникли А как же вот дети без меня Тем более вот младшенькая моя Сколько там лет Там одиннадцать или там больше было Ее уж надо растить Как она без меня Кто будет квартиру убирать Кто будет борщи там варить Там заботиться о муже Как он будет Вот то есть вот это вот все Многообразие вопросов Что повышена ответственность За свою семью Что ее надо поднять Что ее надо вывести в люди Вот это уже мощный якорь Который позволяет вам Уцепиться за эту жизнь Я очень хочу жить А почему ты очень хочешь? Да я хочу мороженое есть На машине ездить Я хочу купаться в теплом море Смотреть рыбок там Еще там что-то там такого То есть вот смотрите Вот такие вот есть Объяснения Вот зачем ты хочешь жить Когда у человека Спросят И он уже прожил Часть своей жизни Вот так вот А другое дело Как раз человек Посвятил себе Семье Детям Следующему поколению Он об этом заботится Он этим живет Он не столько для себя Сколько вот действительно Для остальных людей живет Ближайшего окружения Не будем там брать Отдаленно Важно ближайшее окружение Уже это большое Большое подспорье на то Чтобы тебе оттуда помогали А здесь создавались такие условия Которые будут этому благоприятствовать Далее Сколько там ей было Лет 40 Или 40 с лишним Сейчас я так Не упомню Но Вот как раз Возраст Вот этот А 45 по-моему лет Как раз Когда у нее Стала Провелась эта онкология Груди Обычно К этому возрасту Вот лет 45 50 Вот в этом За 40 уже переходит Как правило Если имеются Какие-то хронические заболевания Если у нас имеются Вот эти вот Паразиты Там Которые там Микропаразиты Не надо там Думать Какие-то там Большие Микропаразиты Кстати она И о Животных Беспокоилась А как же Вот эта Собака Ее там будет Надо эту собаку лечить Там Уколы там Ей делать То есть человек Вот Очень-очень ответственный Вернемся к возрасту Примерно 45 лет Это тот возраст Когда ваши Жизненные резервы Истощаются Особенно Если есть Какое-то Хроническое заболевание Если были ангины Вы не думайте Что вы от них Вылечились Гноеродная инфекция Там Сам Шастает По Вашему Организму И когда Возникают Вот такие вот Непонятные Откуда Боли Головные То Можно предположить Что это Следствие Трансформации Вот этих Простых Насморков Допустим Болезней Ушей Там Ли еще чего-то Ли еще чего-то Уже в такое И если мы на них Не обращаем Внимание Все происходит Потихонечку Истощение Организма И как раз Вот Нас хватает На 40 с небольшим Лет Чтобы мы Как-то Защищались А дальше Все У нас Возникает Серьезное Заболевание То есть Как Это знаете Как вот Закономерное Развитие Определенных Процессов В организме Начинается С простого Кончается Сложно Это важно Понимать Что если У вас что-то Есть Вы должны Это искоренить Убрать Иначе Вражеская Группировка Внутри вас Она вас Просто-напросто Потихонечку Уничтожает И уничтожит Поняли Далее Примерно Я закончил Уже Просто скажу Что Произошлось С ней Трансформация В результате Вот этой Болезни У человека Изменился В сознании Подход К Самому Себе Изменилось Восприятие Мира Изменился Самый Главный Способ Мышления И этот Человек Стал Гораздо Более Энергетически Цельным Я-то общался С ней Как с вами Вот сейчас Я чувствовал Идущую От нее Энергетику Вот это Знаете Тот стальной Стержень Который У человека Возникает После Перенесенного Серьезного Жизненного Потрясения Болезни Или еще Там Чего-то То есть Вот это Вот есть И в результате Вот смотрите Что получается Вообще Есть интересный Феномен Есть Люди У которых Личности Сменяются Очень быстро И несколько Раз Ну допустим В течение Часа была Одна личность Грубо говоря Там Петрович В течение Часа там Следующая Личность Появилась Люба В течение Другого Часа Появилась Там Допустим Там Рима Потом Там Коля Вот такие Интересные Смены Бывают И За ними Ученые Наблюдают И говорят Во время Смены Личности У них Меняется Пульс У них Меняется Там Дыхание У них Меняется Серцебиение У них Все Меняется То есть Энергетика Становится Совершенно Другая И если У человека Вот мы Живем С вами Одна Энергетика Ну мы Живем Как Живем Естественно Она Размыта Разного Рода Вот этими Нашими Мыслями Нашим Отношением К самому Себе В тем Как мы Мыслим Там Там Плачем Сожалеем И прочие Прочие Мысли Которые Знаете Вообще Это Слабые Мысли Вот эти Вот слабые Мысли Они Как раз И порождают Вернее Дают предпосылку Для того Чтобы В нас Поселилась Разного Рода Болезнь Которая Начинает На вот этой Почве Уже Нас Разрушать Материализуясь В ту Или иную Уже Конкретную Форму Как только Мы С вами Меняем Личность Тем Самым Мы Убираем Самые Важные Вот эти Предпосылочки К этой Болезни И она Начинает Постепенно Исчезать Так Как Я Занимался Лично Для себя Проблемой Онкологии Я Собрал Различные Методики С помощью Которых Лечат Онкологию И так Далее И так Далее И вот Оказывается Большое Значение Большое Значение Заключается В том Чтобы Человек Именно Бросил Какие-то Новые Свои Якоря В уме Для чего Он будет Жить Зачем Ему Нужно Жить И на основании Этого Нового Стал Другой Личностью И выжил Вот это Казалось Одним Из решающих А те Что Существуют Ядовитые Методики Рака Там Облучение Там Еще Что-то Еще Что-то Еще Что-то Еще Что-то Да Они Работают До определенного Как бы Этапа Но если Нету Коренных Изменений В сознании То Человека Нету Я Я для Я для Себя Разбирал Как Люди Вылечиваются Вот Я Уже Начал Понимать Какой Процесс Должен Произойти В Человеке В Его Физиологии В Его Сознании Для того Чтобы Он Выздоровел И Его Духовное Преображение Должно Произойти Разбирая Юрия Петровича Власова Вот Очень Хорошо Там Понял Его И сейчас Я вам Только Высказал Вот эти Все вещи А именно Когда Пришел К Власову Корреспондент И говорит Вот Вы Выкарабкались Из очень Тяжелого Состояния Состоянием В которые Он Сам Себя Ввел Своими Знаете Вот такими Вот Мыслями После того Как он Прекратил Заниматься Тяжелой Атлетикой Мысли Были Саморазрушающиеся И он Спросил Его Корреспондент С чего Вы начали Своё Уздоровление А он Ответил Я начал Менять Свой Характер Корреспондент А как это Может быть Вот вы Начали Менять Свой Характер А вот Так Я начал Его Менять Я начал Становиться Совсем Другим Человеком Из Слабой Личности Превращаться В сильную Что Даня Донцова И продемонстрировала Ну Вот Будет У меня Книга Кое Что Разберём Более Подробно Ну А пока На этом Мы С вами Закончим Кстати Вот здесь Я сижу Чтоб Вы знали Вот У меня Стоит Микрофон Я Подставляю Так Здесь Стоит У меня Планшет И я Читаю Свою Книгу Там Записки Голода Еще Или Еще Ну Что Хочу Сказать Вам Поддержите Автора Своими Лайками Своими Высказываниями Кто Чем Богат Тем Поддержите А Доброго Вам Здоровица Будет Интересный Материал Который Вы Считаете Так Чтоб Он У меня Был Присылайте Разберём Выделим Главное Второстепельное На что Надо Обратить Внимание Для того Чтобы Ну Будем Говорить Выкарабкаться Из Тяжелой Ситуации Жизненной Из Болезни И Стать Совершенно Иной Личностью И Жизнь Пойдет Жизнь Пойдет Совершенно По Иному Направлению Это Очень Интересный Феномен Я Его на себе Прочувствовал И На всех Других Я вижу Что Это Именно Так И Работает Работает